И продолжаем нашу статью о диагностике автомобиля. Для тех, кто первого не видел, я скину ссылочку. Идем дальше. Обзор самых популярных вопросов по диагностике по устройствам ELN 327 и Wacom 409. Так, вопрос, добрый день. Такой вопрос, есть прибор ELN Bluetooth и машина приора 2012 года. Не может подключиться к ЭБУ. Став спросил, что программа подключался. Или не ответил, или не помню. Это популярный вопрос. У него ELN 327 и Wacom. Так, дальше. Купил кабель ELN 327. Соединения с адаптером есть, но в СБУ нет. Предложил ему программу попробовать. У него RENO NERM. Сценок. Предложил программу. И планин для программы торки. По дренал. Опять же, ELN 327. Блок управления Wacom 497. Спрашивает, там идет или нет. Надо сделать. Подскажи, пожалуйста. Пробую шнур для диагностики на РАП 4 до 4.5. Угу. Чего-то надо дальше перебискать. Это человек уже подключал. Подключал пик-файл к торки. То есть, это если у вас в автомобиле. В программе торки. Отображаются данные некорректно. Например, не так, как должны быть. Торкура показывает 30 градусов, а у вас 30 или 200. Значит, вам нужно внести информацию для правильного расчета этих параметров. И это одно из параметров. Ну, кстати, вот. Сами параметры поменяются в так называемых пит-файлах. Их можно добавлять вручную в программу торки. Да, это дополнительное действие для того, чтобы оно заработало все. Так. Кстати, в этой статье в начале есть подборка пит-файлов, которые я успел собрать на сегодня. Поэтому, если вам нужно, можете скачивать. Так. Что у вас за вопрос? В приоре. Угу. Через ноут диагностика нужна. Ну, в приоре это Голайн. Программа OpenDiag. Абат написал у вас. Внпдс у вас. Понятно. Дальше. Делаем блютуз и хоббер. Да. Подключался кардоктор торки. Я предложил программу торки про. Он припользовался торки про. И подставить файл расширения. А то этот файл для такого же блока, как у него. Управление. Так. Кстати, как пользоваться файлом расширения. Как вы добавили программу. Есть. В этой статье сверху ссылка на видео. Как это сделать пошагово. Так. Дальше. Дальше. Собрание пожалуйста. Последуйте пожалуйста. Какой же именно адаптер. DLM327WiFi. Взять на Subaru Forester 2009. Программу на iOS. Вон оплатный. Ага. Ну, он предложил ему ссылку на. В белом корпусе DLM327. DLM327WiFi. И вот программа. Ага. Он решил взять программу Dashcomad. Ну, отлично. Что там. E-LM327WiFi. Поменял вот этот другой. А. Поменял. Была версия E-LM2.1. Поменял на 1.5. На 1.5. Версии заработало. Угу. Да. Написал, что такое бывает. То есть. На версиях 2.1. Почему-то. С теми автомобилями, с которыми. Пойди должен работать. Бывает. Ум. 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 В частности. Такое бывает. С Жигулями. Следующий вопрос. Минцы сканер. DLM327WiFi. Дальше. 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 Товарищ попросил заказать немножко Hanımiskعمер. Он пришел два. Версии. «DLM327WiFi. Решил проверить. Работает или нетах Омэмбриланса». no. mommy подключился. no. купчик. No. у. подключился. Машину подвесить не удалось. Предложил попробовать и другие программы. Опять же вопрос у вас. И диагностика для вас. У него с мастерами не тоже. А, и вон он пишет, что OpenDAG у него заработал. Но в интерфейсе количество датчиков Толя от животных ушел. А, он предложил диагноз НК диагностики в тул. Чтобы пользоваться. Программы. Да, идем дальше. Приветствует всех. Ситуация такая же, что у него. Тут он для Происходит следующее. Подключается к ELIM. Но через 100 секунд сообщение, что это не ELIM. При смене блоков и подключение к ELIM. Выдает то же самое сообщение. Я нашел вторую версию этого программы. Пробует протестировать. А, ну то есть у него вопрос. Только не понятно, что это за машина. Но подключиться не удалось. И он решил купить Lockpon. Угу. Попробуем. Да, в общем. Попробовали на Hard Focus. Для 60-го до схода подключиться Прежде 2 штуки. Без проблем. А на приорах Ни на каких не говорят, что они На наши авто не идут. Если есть, то Кто их смог подружить с приорами. Я сказал, что они очень признательны. Да, ну то есть я понял, да. То есть если он уже увидел Адаптер и увидел ошибки в рифмашинах Соответственно он работает. Значит это вопрос в программе. Соответственно предложил Hot Drive. Ну там Диах. Попробовать. Не знаю, как он все программы пробовал. Угу. Да, ну тогда соответственно Предполагаем, что E-Line На его машине Работать Ну в данном случае Эта версия E-Line Работать не будет И как вариант только Колайн. Да, Колайн с Android не работает. То есть 100% гарантия, что На ВАЗах будет Походить диагностика Ага. Тут что-то у человека не получается. Угу. А это он СРС. Кадушки. На там оно. Угу. Ну здравствуйте. У меня права руки. Форест. Обычай про года. Неработки вам сейчас с этим. Как можно решить вопрос. Или какой сканер использовать. E-Line Горит красным. Ее протоколы под мою машину идут. Задал неточняющие вопросы. И предложил программу Торки про. И для Windows. Остомастере E-Line Неработки. Так. Угу. Какие-то общие вопросы. Блоковально. Ну да. У него синонимум. Ааа. Спрашивает какой лучше взятие. Клайн адаптер. Или Вахком 409. Ну то есть Нужно спустить одно и то же. Их называют еще Клайн. Кл. Вахком. Вахком. Вахком 409. Кл. Поэтому это все то же самое. Так. Идем дальше. Так. Начало. Давайте посмотрим. Начало статьи. Вот. Здесь. Сразу идет. Ссылка на. Видео. По работе. Я подумал. Как пользоваться устройством. Как установить драйвера. Это. Клайн. Елай. Мобком. Ссылка на. Софт. Катума. Вот. Популярная программа. Торфью. Вот. Как добавить пик файлы. Кому интересно. Вот. Сами эти пик файлы. Ну. По сути. Эксельный файл. Со списком параметров. Он постоянно расширяется. Когда что-то новое. Где-то нахожу. Скидывает. Я его туда сразу добавляю. Чтобы вы могли скачать. Ну. И отдельно это получается. Софт по. Елм. Софтпакованию. Вот. 1407 комментариев. 594 лайка. Так. Что тут не получается. Ага. У человека. Не устанавливали из драйвера. По поводу дела. Не устанавливали из драйвера. По поводу дела. Не устанавливали. Ух. 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 Да. Ну. Ух. Один популярный для ELM. И. Приора. 12го года. ükывал. Ух. 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 Этотжи предложил другие версии программы. Ух. Ух. Под E-Line есть программа Opel Vauxhall для диагностики автомобиля Opel на Windows. Вопросы в подслогах BMW. Решил BMW 2000 года E-Line ПТ диагностировать. Для BMW лучше брать устройство для этой марки автомобиля или импо. Самая популярная импо для старых до 2000-х это BMW Garsoft или Scanner 1.36. А для 98-99-2000 импо отличный вариант. При подключении к E-Line на E-Line ПТ диагностировать. При подключении к E-Line на E-Line ПТ диагностировать. Сложный вопрос. Возможно в нюансах проводки. Похожая ситуация на модели. Уделил когда включается вентилятор печки при подключении E-Line к E-Line. Ну вот так же устройство E-Line. Рено Логан предложил попробовать по пандиах и с мастерью E-Line. E-Line будет работать. Да, с E-Line работает. Так. Е-Line и E-Line 27 Bluetooth. Натан X-Trail. Поргамма спросил. Пишут, что торфи не работает. Дальше переписка не закончилась. В общем. В общем основные вопросы касаются E-WAS. Если это связка ВАЗ и ELM-37 Bluetooth, по АБС, AirBug, по ВАЗу, если у вас ВАЗ и ELM-37 Bluetooth просто пробуйте разные программы, которые вы найдёте. Если хотите сбросить ошибки АБС и AirBug, просто используйте колайн и ELM сбросить ошибки. Нужно просто подключаться к другим разъёмам, не напрямую через колобку, а делать некоторые изменения. И можно выбрасывать и АБС. Бывают вопросы, которые касаются редких, чем прошить, какую программу сделать, типа чип или Subaru. Или по другим машинам, типа Volvo или ещё какие-то. Это вопросы редкие. В основном, если у вас ВАЗ, то желательно брать только Line Wacom 409. Он в 100% будет работать под него больше программ. А если у вас иномарка буквы 2000, то можно с него брать ELM-327 Bluetooth. На этом всё. Если у вас есть вопросы, можете их писать под видео. Или заходите на Drive и пишите здесь. Ну всё. Кому это видео чем-то помогло, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И вы увидите новые полезные видео, которые будут выходить. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok